Когда внезапно умирает известный человек, большинство людей реагирует так «Я в шоке, этого не может быть, я не могу в это поверить!» И люди, возможно некоторые из нас, реагируют так, потому что мы забываем о главной цели жизни. Мы попадаем в рутину и поглощены суетой повседневной жизни. Смерть не занимает первое место в нашем сознании, хотя по факту каждый день умирает 150 тысяч человек. И некоторые люди могут сказать, ну и что, что так-то и так-то. Известный человек умер. Столь много людей умерло в этот день. Но я бы сказал, что во всём этом не хватает более подходящего слова. Ценность. Своего рода свет в тоннеле в контексте общего шока, который испытывают во всём мире, когда внезапно умирает известная личность. Потому что все говорят о нём. И в этот период времени обсуждение темы смерти перестаёт быть табу. И, возможно, с этой точки зрения, это хороший период для дауа. Это хорошее время, чтобы напомнить друг друга о смерти. И кажется, что так часто, по воле Аллаха, некто очень и очень популярно и умирает внезапно, чтобы просто напомнить нам, что смерть может прийти в любое время, в любом месте и абсолютно к любому. Несколько примеров, в котором я могу иметь отношение как американец, это Джон Кеннеди, принцесса Диана, Майкл Джексон и Коби Брайан, или широко известная личность среди мусульман Абдулманаб Нурмагомедов. Пусть Аллах милуется над ним. Приводя их в пример, я всего лишь хочу сказать, что это были очень популярные и узнаваемые люди в своей культуре и в мире, умершие внезапно. И ставшие причиной всеобщего шока для миллионов и миллионов людей по всему миру. Но главное, с чем я хочу поделиться с вами сегодня, будь то смерть большой знаменитости, или же смерть любимого, или же какое-то трагическое событие в вашей жизни, или же в обществе, пусть трагедии не будут единственными случаями, когда вы призадумываетесь о смерти. Мы, мусульмане, и все те, кто верят в отчет перед Творцом, должны думать о смерти как можно больше в нашей повседневной жизни. И это не должно огорчать нас, а наоборот, это призвано для двух основных вещей. Мотивировать нас ценить каждый момент своей жизни и также готовить себя к тому самому неминуемому событию, а именно к смерти. И самый лучший способ, как мы можем приготовиться к смерти, это быть самыми лучшими мусульманами, самыми лучшими людьми, насколько это возможно. В известной цитате из Корана относительно смерти мы всегда слышим в 4-й суре 78-м аяте. Субтитры создавал DimaTorzok «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях». Но прям предшествующий этому аят настолько важен, на мой взгляд, а в нем говорится «Мирские блага непродолжительны, а вечная жизнь лучше для тех, кто богобоязнен». Пророку, алейиссаляту ассалям, пришел человек и спросил «Когда наступит час суда?» И пророк, алейиссаляту ассалям, ответил «А что ты приготовил для этого?» Да наставит Аллах всех нас помнить о том, что смерть может прийти в любой момент, и да наставит Он нас быть подготовленными для нее. Аминь. Поделитесь этим роликом в ваших социальных сетях.